МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коррупция. Останови коррупцию. И борьба с коррупцией – тема как рядового гражданина с низким доходом, так и госчиновников. Однако, если одни жалуются на неподъемные суммы, затребованные у них самих, другие сетуют на возросшие риски. Однако, несмотря на попытки, которые предпринимает государство по борьбе с коррупцией, она не только имеет место быть, но и развивается. Ну, конечно же, взятки, то, что часто люди для быстрого действия берут взятки, чтобы что-то сделать намного быстрее. Коррупция была создана давно, создана давно. И то, что она везде, буквально в прямом смысле везде. И так дальше? Да. Ну, мы попытаемся ее искоренить своим поколением. Я поняла, что это… Очень важно в жизни знать, что это такое и для чего. Думали так. Есть, но не везде, да. А как оказалось, что везде, вообще во всех отраслях. И мы прекрасно все знаем, что во всех областях везде есть коррупция. И на сегодняшний день очень сложно выучиться без дополнительных средств, без копейки в кармане. И как будущий студент мне очень важно знать, как бороться с коррупцией, потому что я хочу стать достойным студентом, а в будущем и хорошим специалистом, чтобы лечить детей. Отметим, коррупция беда не только нашей страны, но и многих более развитых стран. Везде встречается. В медицине, везде встречается. В школах, в полиции, везде. Как это проявляется? Проявляется, к примеру, мне нужна справка, и я плачу деньги за нее, и мне дают ее. Мы знали, что такое коррупция. Нас информировали родители, учителя. И все знают, что такое коррупция. Но никто почти, все стараются с ней бороться и не получают. Коррупция, то, что она не Людмил зовут, то, что коррупция наказывается законом, и коррупцию, ну, если ты идешь давать взятку, то ты должен знать об ответственности коррупции. Все всегда ассоциировалось со злым, чем-то плохим, и ее, мне кажется, не устранить, потому что каждый хочет для себя сделать лучше, и дает при этом деньги, и подкупает. Я считаю, что это нехорошо, потому что страдает и политика, и образование страны. Без этого не обходится. В школах, может быть. Как это проявлялось? Ну, например, дал деньги, взял, получил образование. Ну, как бы, бывает. Ну, например, на дорогах тоже, с гаишниками. Однако наше население беспокоит коррупция в госструктурах. Как бороться с коррупцией и как полностью уничтожить данный феномен? Год назад, в мае 2014 года, стартовал Молдовенгерский проект «Гражданские инициативы молодежи Молдовы». Идея проекта состоит в том, что активизировать клубы волонтеров М-Лига, состоящие при общественном объединении многодетных матерей, женщин-предпринимателей ГГУЗИ и Веста, 10 клубов, которые находятся в 10 районах Юга Молдовы, о написании мини-грантов, проектов, которые позволяют в той или иной степени продвигать молодежь инициативы или противодействовать коррупции и содействовать прозрачности работы властей. Начинался он у нас в прошлом году с проведения трехдневной школы, обучающей в Чедалунге, где молодежь обучали, как взаимодействовать с представителями власти, как писать с ними обращения, как заключать с ними договора о сотрудничестве и тому подобное. Присутствовали у нас были гости депутаты парламента Республики Молдовы, народного собрания, были послы разных стран. Затем ребятам было предложено написать проекты для мини-грантов, которые бы они хотели реализовать в рамках этого проекта. Из них было у нас отобрано 10 мини-грантов, которые были профинансированы. Очень понравились нам идеи молодежи. Молодежь Чедалунге нам предложила такой замечательный проект, как единое информационное юридическое окно, то есть такой сайт в интернете, где любой гражданин, житель Гагузи, может зайти и получить всю необходимую юридическую помощь, консультацию. Очень понравился проект совместный села Тамай, город Чедалунга, об открытии общественного совета при примарии города Чедалунги, куда войдут как представители молодежи, волонтеры клуба М-Лига, так и представители различных общественных организаций. Это такой, получается, консультационно-контролирующий, наверное, даже в чем-то орган, который позволит заседание муниципального совета делать более прозрачными, более открытыми и позволит гражданам, жителям города Чедалунга принимать активное участие в процессе принятия решений. То есть знать, какие решения принимает муниципальный совет, может как-то воздействовать на принятие этих решений. То есть решения, которые принимает муниципальный совет, максимально соответствовали реальным проблемам города Чедалунга и реальным ожиданиям жителей города Чедалунга. В рамках проекта, реализуемого региональным общественным объединением многодетных матерей и женщин-предпринимателей Гагаузии Веста, при финансовой поддержке Европейского фонда в поддержку демократии, молодое население гагаузской автономии ознакомили с необходимостью обеспечения прозрачности власти, что и приведет в конечном итоге к искоренению коррупции. В чем вообще прелесть таких проектов в том, что они приучают нашу молодежь не просто быть небезразличной к своему родному населенному пункту, они помогают им получить знания, как правильно инициировать проблемы их населенного пункта и находить пути решения тех или иных задач. То есть они обнаружили какую-то конкретную проблему, они знают, как создать команду внедрения, они знают, как написать проект, как найти финансирование и как устранить ту или иную проблему. Это очень здорово, учитывая то, что на самом деле у нас в регионе очень много активной молодежи. Что бы ни говорили, что наша молодежь и наплевать, что они хотят все уехать, нет, многие хотят здесь жить, работать, учиться, поэтому наше дело их научить, им помочь правильно рассчитать свои силы и активно участвовать в развитии Гагаузии. Вовлечение молодежи в процесс принятия решения органов местного публичного управления, создание общественного совета при Чедерлунской администрации, в состав которого войдут молодежь города и волонтеры клубов М-лиги Чедерлунского района. Одна из проблем, почему у нас процветает коррупция, это то, что граждане Молдовы, граждане Гагузии оторваны от процесса принятия решений. То есть мы не знаем, какие решения принимают муниципальные советы, мы не знаем, какие законы и чем они основываются, когда их принимают наши депутаты народного собрания. То есть идет полная оторванность власти от народа. Поэтому прелесть этого проекта в том, что мы приучаем молодежь изначально добиваться, добиваться открытости работы власти. Мы хотим, чтобы молодежь, и молодежь сама этого хочет, принимать решения вместе. То есть присутствовать на заседаниях советов в своих населенных пунктах. У нас было когда-то создано как альтернатива молодежное правительство Гагаузии. Возможно, есть резон сделать его заново, сделать более активным, более работоспособным. Может, есть резон создать такое же молодежное народное собрание, где и молодежь будет присутствовать в этом процессе. Поэтому это все позволит сократить всю ту же коррупцию. Коррупция – это не так уж и хорошо, с ней надо бороться, надо как искоренять ее из страны. Сегодняшний семинар, как бы, очень важен, особенно для молодежи, потому что мы, молодое поколение, должны бороться с коррупцией, должны противостоять тому, чтобы это развивалось в нашей стране. И потому что я понимаю так, что это, конечно, неправильно, то, что в стране развивается коррупция. Потому что есть много людей талантливых, но они не могут продвигать свой талант только потому, что у них нет средств, нет дополнительных источников доходов. И это, как бы, является им преградой для развития их таланта. И они не могут развивать себя и найти свое место в жизни. Ну, конечно, было знакомо, и, что интересно, что она везде есть, но я считаю, что если добровольно сам отказываешься от коррупции, никто тебя этого не заставит делать. То есть это самое важное? Да. Если каждый откажется от этого, то коррупция исчезнет, я думаю. И мы прекрасно все знаем, что во всех областях везде есть коррупция. И на сегодняшний день очень сложно выучиться без дополнительных средств, без копейки в кармане. И как будущий студент мне очень важно знать, как бороться с коррупцией, потому что я хочу стать достойным студентом, а в будущем и хорошим специалистом, чтобы лечить детей. С коррупцией, безусловно, нужно бороться, потому что если мы сами будем поддерживать, то есть давать взятки и пытаться найти себе как-то выгоду, то она будет процветать и продолжаться. А мы должны ее бороться и попытаться ее искоренить, так как это, безусловно, зло, которое только на первый взгляд приносит пользу, на самом деле разрушает и человека, и общество, и все сферы. То есть их работа становится уже бессмысленной. И мы узнаем, куда можно обратиться и как с этим бороться, потому что одному человеку бороться с этим невозможно. Он встретит очень много трудностей, даже может, вот как образование мы пойдем учиться дальше, мы можем даже не закончить. Это даже необходимо, я считаю, потому что мы еще не до такой степени выросли, у нас нет своего точного личного мнения, сформированного. Поэтому кто-то должен способствовать. Мне лично, как психологу, было любопытно наблюдать ребят в разных ситуациях и наблюдать за тем, как они рассуждают о жизни, о решении проблем, об их видении разрешения различных ситуаций, в которых мы находимся как страна, как регион, как личности, как семьи. И знаете, что радует? Радует оптимистичный взгляд, масса идей и готовности их реализовывать здесь. Не где-то там, а здесь, на нашей земле. Меня это очень порадовало. Я рад тому, что есть такие проекты и что такие проекты появляются. Почему? Потому что нашей молодежи это нужно. Без разницы, это гагаузская молодежь, болгарская, русская, молдавская, потому что у нас проблемы и задачи на этой земле у всех одинаковые. Мы все граждане Республики Молдова. Но ребята из этой группы, они отличались какой-то своей активностью. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, но во всяком случае чувствуется какое-то стремление чего-то добиться в этой жизни, кем-то стать. Мы были свидетелями того, что они очень активно участвовали. Они очень активно участвовали не только в работе малых групп, но и по результатам тех мастер-классов, которые были проведены разными экспертами, разными тренерами, в том числе и экспертам из Венгрии. И по тем вопросам, которые они задавали, мы видим, что они навыки полезные для себя взяли, и они об этом говорят. И когда разрабатывали они свои мини-проекты, у них было очень много трудностей. Сейчас, когда они прошли уже этот тренинг, мы видим, что очень многие вопросы, они говорят, мы уже теперь знаем, как нам работать дальше. Мы уже попробовали на этом тренинге разные варианты. Мы в группах нашли столько новых идей, столько новых решений. Мы теперь знаем, как написать письмо примару, как составить соглашение о сотрудничестве с администрацией, как себя держать, выступая публично, как нужно одеться, как нужно держаться, какие жесты допустимы, какие нет. То есть это все было новое для наших участников. И раз они об этом так активно говорят, это говорит о том, что программа была составлена очень удачно, и подбор тем, которые вошли в программу, показал, что теперь уже на новый этап вышли эти ребята, эта группа, потому что здесь присутствует 10 инициативных групп молодежи из разных населенных пунктов. Тут они еще раз проверили себя, как они могут работать в команде. Однако это лишь первые шаги на пути борьбы с вирусом коррупции. Члены неправительственной организации не намерены останавливаться на достигнутом. Да, мы продолжаем работать. У нас есть замечательные проекты, которые позволят снизить, значительно снизить коррупцию. В том числе мы предлагали еще несколько лет создание электронного правительства Гагаузии. То есть это настолько вообще делает прозрачную работу всех управлений, всех структур власти, что коррупция вообще сводится на минимум. Мы планируем продолжать работу с молодежью в этом направлении. И у нас как одна из завершающих ступеней этой работы будет создание общественной палаты при исполкоме Гагаузии. Все тот же консультирующий, контролирующий орган. То есть если какие-то принимаются решения народным собранием, принимаются какие-то законопроекты, или же какие-то решения принимаются исполкомом Гагаузии, этот орган позволит проконсультировать, насколько действительно важны те или иные законопроекты, или те или иные решения, и даст свою оценку. Редактор субтитров А.Семкин